Что происходит, ребята? Олексий, чтобы омолодиться и стать красивее, используй тайскую косметику от фабрики Эроводи. У них есть всё по уходу за лицом, волосами, руками, ногами, телом и даже полностью полостью рта. Тайская косметика Эроводи придаст вашей коже неповторимый вид и укропит структуру твоих мягких тканей. И всё это из натуральных растительных веществ. Понятно тебе, Лёша? Ой, просто ты уже 40 секунд стоишь возле Эроводи, и я перепутал тебя с этой красоткой. Ищите продукцию Эроводи по всей стране на сайте эроводи.com.ua и в сети аптек АНЦ. А также Эроводи у себя в Инстаграме проводит розыгрыш молодости и красоты. Кстати, знаешь эту девушку? Нет. А ей 52. И всё благодаря Эроводи. Я буду звать тебя Джей Ло. Ребят, ну ты трепло. Пошли на сцену быстро и разорвали. Кстати, хотя чё, кстати, ещё же ничего не было, чтобы говорить «кстати». Короче. О, короче подходит. Мы сейчас покажем вам то, что вы никогда не видели. Встречайте! Сборная Боснии и Герцеговины по волейболу! Перед вами элита боснийского волейбола. У нас соревнования. Завтра играем против Македонии. Подожди, они переименовали страну, правильно говорить, Северная Македония. То есть они 200 лет жили нормально и тут внезапно решили, что им холодно? Я тебе даже очень больше скажу. Александр Македонский теперь Александр Северно-Македонский. Короче, мы шутим. Мы, кстати, часто шутим. Хотите, самый популярный боснийский анекдот вам расскажем? Спрашивает как-то Трамп у Байдена. «Сышишь, Байден!» А мы уверены, он именно так к нему обращается. «Сышишь, Байден!» «А ты в случае победы будешь же Украине помогать?» А Байден отвечает «Да, конечно! Сразу после Боснии и Герцеговины!» А вообще, что мы про политику шутим? Нам же по 20 лет! В натуре! Йоу! Дэп! Фу, политика, а как про нее можно шутить? Бедный квартал. Ну ты тоже, конечно, нашел, в какой стране ляпнуть, что квартал бедный. Название команды «Город-город». Здрасте, мы соскучились. Котята, пробежимся по правилам. Смотрите, вы сейчас смотрите и либо гогочите, но это если Серега смешно пошутит, либо такие «Оу, какой он красивый мальчик, ну ничего себе! Вот бы найти его инстаграм, а подружка рядом такая, «Галя, зачем искать? Вот же он, я давно подписана, Евсекси!» На весь экран, на один плюс один. Я уже два месяца под гипнозом этих усов. Короче, у нас миниатюра. Короче, у нас миниатюра, чем то, как ты ее объявляешь. Там у нас три реплики, а у меня вообще два слова. Можно я ее хотя бы объявлю? Представьте, Винсент Ван Гог в магазине бытовой техники. Здрасте! Я у вас недавно наушники беспроводные покупал. Можно один вернуть? Нет. Я говорю, можно один вернуть? Конечно, нет. Да, да, все чеки сохранились. Джин и червяк. Ты спас меня, червяк. У тебя есть три желания. Я хочу руки. Йес! О, Йес! Теперь я хочу ноги. И последнее желание, червяк. Я хочу лопату. Ну, здорово, Димон! Я же говорил, что даже без дождя тебя из-под земли достану. На региональном телевидении регулярно выходят такие передачи. Дзибаем! Добрый вечер! В эфире телепередача «Интересные люди города Вольнянска». Тема выпуска – вакцина от коронавируса. По последним данным Вольнянского министерства здравоохранения, во всем мире уже вроде как чуть более тысячи заболевших. Встречайте! Человек, который для тестирования своей вакцины скупил все шприцы в Вольнянске и тем самым спас город от маркомании – великий изобретатель Станислав Зима! Здрасте! Здрасте! Добрейших! Здрасте! Я правильно понимаю, что это организм человека до вашей вакцины, а это после нее? Конечно, нет. Сюда я бычки выбрасываю и отсюда воду пью. То есть вакцины нет? Есть. Есть вакцина от неудобных ситуаций. Презентация! Изобретение Станислава Вальдемаровича Зимы, номер 420. Запишите на меня в тетрадочку, я вам честно занесу завтра эти две крюки. Пожалуйста, спасибо. Прошу прощения, увеличивал кредитный лимит. По моей последней информации, в мире существует три самых неудобных ситуации. Первая – это когда ты потерял ключи, Вторая – это когда ты снял шапку на голове чертишо и тебе нечем расчесаться. Ну и третья – когда не знаешь, чем открыть пиво – зубами или зажигалкой. Встречай человечество! Брелок, расческа, открывашка. Это как бы и брелок, и расческа, и открывашка. Ну мало ли, мало ли ты долго палец в ухи держал. Короче, брелок, расческа, открывашка. А как это вообще использовать? Ну, например, мужик приходит домой, а ключик-то на брелочке уже заряжен, ты дверку открыл, расчесался, пивок лац, привет, жена. А еще? А больше никак. Хотя однажды я продал брелок-расческу-открывашку монгольскому хану. А у них же, кстати, до сих пор хан. Вот, и хан выходит утром на крыльцо... Почему-то у них до сих пор крыльцо. Вот, и хан выходит утром на крыльцо и видит, что нифига на него летит просто целая туча огненных стрел. Но на груди у него висит брелок-расческа-открывашка. И это спасло ему жизнь. Да куда там его убило наглухо. Так а если бы... Да какое если бы, ты че притрушенный, че чумачечий, че ненормальный, правильное сами подчеркнете. Я тебе говорю, 17 огненных стрел в одного человека, там вообще без шансов. Ты после такого не человек, ты дуршлаг. А как гласит второй закон Конституции Вальнянска после слова «дуршлаг» — реклама. Тебе грустно и одиноко? Тебе нечем заняться? Ну, чувак, это Вальнянск. Все, давай, я побежал, топать надо. Куда бежите? Да у меня же это сделка с Дмитрием Гордоном в 7.40. Прикинь, человек купил 19 брелоков, но почему-то отказывается платить за расчески и открывашки. Ты прикинь вообще, какое попандосище. Первый оптовый заказ — и тут же лысый трезвенник с 19 квартирами. Короче, надо поехать, пошуршать, где-то подмазаться, где-то чигу-пигу, маслом рошен продвинуть. Ну, короче, чтоб зафункциклировало. А Стасик Зима такие сделки не пропускает. Все, давай, реведерчи. Я чистой стороной кроссовка, че-то. Извините. До новых встреч! А в конце хотелось бы поблагодарить организаторов Лиги Смеха за то, что мы выиграли зимний кубок. С чего ты взял? Шо значит, с чего я взял? Я только шоу Потапа в сценарии увидел. У него там вот такими буквами написано. Алексей, Алешенька, сынок. Вот в этом месте члены жюри выбирают победителя, а ты говоришь, название команды — город. Согласитесь, было бы прикольно, если бы Динамо Киев выиграла Лигу Чемпионов. Ну, или, может, там какой-то зимний кубок УЕФА, я не знаю. Название команды — город, город. Рот шашлык. Название команды — город и школа за город, ребята. Малый кубок за лучший дебют ваш. Поздравляем аплодисменты.